В Хабаровске полицейские закончили расследование ДТП, следствием которого стала гибель 64-летнего мужчины. На нерегулируемом пешеходном переходе его сбил нетрезвый автолюбитель, управлявший Тойотой Короллой. Наезд на горожанина произошел в начале декабря прошлого года на улице Трёхгорной. Пешеход вечером направлялся к приятелю. У мужчины было защемление нервов, он не мог быстро ходить и опирался на трость. Несмотря на это, пенсионер не пытался сократить путь, дорогу он переходил как положено – по зебре. 41-летний автолюбитель убеждал автоинспекторов в обратном. По его словам, выходило, что пенсионер ковырял по дороге в нескольких метрах от пешеходного перехода. Горожанин даже не мог вспомнить, с какой именно стороны приближался человек. Пенял на плохое освещение и тёмно-синюю одежду пенсионера. – Так вы его видели? – Не видел я его вообще. – А сбили где на пешеходном переходе? – Да не на пешеходном. – На пешеходном переходе я его сбил. Вот я его где-то здесь вот. Потому что я уже вот здесь остановился, но не мог я его оттуда вот сюда протащить. Выяснилось, что мог. Удар был такой силой, что пенсионер смял капот автомобиля, головой пробил лобовое стекло. В больнице у пострадавшего диагностировали ушиб мозга тяжёлой степени и перелом теменной кости. Горожанин скончался в реанимации, не приходя в себя. Шофёр иномарки свою вину так и не признал. Доказать, что наезд на пешехода произошёл именно на зебре, помогла свидетель – автолюбительница. Она, в отличие от шофёра Короллы, прекрасно видела мужчину в свете фар ещё издалека. И после наезда сразу позвонила в скорую. В ходе расследования доводы водителя были опровергнуты. Нами был проведён следственный эксперимент, на основании которого было установлено, что водитель имел достаточно времени и расстояния, увидев пешехода, предотвратить наезд путём торможения. Есть в этом деле и ещё один факт, играющий против автолюбителя. Тем утром алкотектор выявил у него лёгкую степень опьянения. Горожанин получил водительское удостоверение 15 лет назад. В 2011-м его лишали прав за нетрезвое вождение. Мужчине грозит до 7 лет колонии. С места происшествия Юлия Рябцева и Андрей Алфёров.